здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала гулагу нет с вами я владимир осечкин сегодня 14 ноября 2024 года и мы продолжаем важные и интересные разговоры с интересными и новыми собеседниками и сегодня я хотел бы вас познакомить с моим другом по фейсбуку с человеком которым мы на протяжении многих лет ставим друг другу периодически лайки о чем-то говорим на самом деле при том что живем по разные стороны атлантического океана на многие вещи смотрим но если не одинаково то по крайней мере с одними и теми же эмоциями нам точно по пути именно поэтому я приветствую на нашем канале впервые владимира госпарянца владимир приветствую вас спасибо что согласились поговорить для канала гулагу нет надеюсь что эти разговоры будут регулярными у нас первый вопрос могли бы вы немножечко представить себя рассказать о себе потому что я конечно же знаю очень интересную вашу историю и переезда из россии в канаду и многое что связано с шахматами и ваш нынешний очень интересный бизнес за которым я с удовольствием честно скажу наблюдаю и в общем я думаю что ваш опыт и ваши знания они будут точно интересны нашей аудитории которую я попрошу прямо сейчас поставить лайк прокомментировать поделиться ссылкой на этот разговор и пригласить к просмотру этого интересного разговора ваших единомышленников друзей знакомых соседей и родственников владимир приветствую вас на канале гулагу нет и передаю вам слово добрый день владимир добрый день уважаемые подписчики зрители канала гулагу нет огромное спасибо за приглашение для меня это была большая приятная неожиданность и я очень рад что вы мне даете слово перед аудитории которая которую я вижу как людей не безразличных чужому горю людей которые всегда на стороне добра и борется за справедливость и ищут ответы своей жизни на сложный вопрос я приветствую вас и перехожу к нашей теме когда я готовился к интервью я подумал что было бы неплохо разбить его на три таких блока для лучшего восприятия информации первый блок я как бы предстану перед вами как иммигрант который уехал из россии в канаду соответственно второй блок будет это будут простые вопросы это моя жизнь моя история у каждого мигранта есть чем поделиться это это для нас очень важно второй блок это будет сложная тема это будут сложные вопросы но война конечно между россией и украиной это наша общая беда и обойти эту тему нельзя третья тема если останется время я надеюсь останется это будут вопросы диалог и так далее и того подобное и так значит я посчитал здесь на днях что мы уехали с женой в девяносто седьмом году из россии в канаду двадцать девять лет я лично прожил москве и двадцать семь лет в городе квбэк квбэк в канале то есть пол жизни там по жизни здесь как говорят французы муать ему а те но у нас в новой франции в кубэке точно также и говорят а вот это было иммиграть это был свободный выбор иммиграции независимые миграция в тот момент девяносто седьмом году а три страны в мире принимали профессионалов я айтишник ну скажем так бывший айтишник принимали профессионалов то есть давали им статус вид на жительство до переезда чужую страну это канада новая зеландия и австралия но мы выбрали женой канаду по понятным причинам канада очень похожа своей природой на россию и в общем то здесь много чего у нас в общем а вот соответственно дальше был выбор между антарио и квбэк дело в том что квбэк это такой государство в государстве франкоязычная часть канады провинция которая в общем то с одной стороны борется всегда за свою независимость вы знаете историю квбэка с другой стороны это неотъемлемая часть канады в канаде два языка английский французский в квбэке формально тоже но без французского языка здесь очень тяжело то есть как бы это вопрос по ним почему мы выбрали именно провинцию квбэк они тоже тоже провинцию онтарио это вопрос на самом деле сложный единственный город в канаде насколько я понимал и понимаю сейчас это город квбэк который европейского стиля это европейский город то есть вы когда гуляете по городу вы ни за что в жизни не поверите что вы находитесь северной америки по центру города я имею ввиду вам кажется что вы находитесь просто в маленьком уютном европейском городочке это пир второе банальная вещь провинция квбэка учитывая что у них своя иммиграционная программа было легче на тот момент уехать именно в эту провинцию там были более льготные условия по финансам не надо было показывать наличие каких-то огромных сумм там пом 7 или 10 тысяч долларов на счет на банковских счетах за границей и так далее просто вот приезжаешь сумками и начинаешь новую жизнь французского языка у меня не было но как бы я честно сходил на курсы двухнедельные курсы французского языка в москве экспресс-курсы чтобы мне поставили произношение но и полгода где-то занималась по учебникам что мне это дало по букву то есть не очень много это как бы немножко наглости прибавило то есть метро было достаточно чтобы на интервью с офицером с канадским квебекским офицером в москве говорить какие-то вещи но объяснять почему мы хотим уехать в канаду для квебекцев очень важно тогда сейчас я не знаю это 97 год напомню было посмотреть на человека то есть у квебекского офицера очень много было полномочий на принятие решения грубо говоря он идет по вопроснику так высшее образование есть возраст есть дети там нету и так далее это подобное но всегда решение принимает на месте квебекский офицер и он смотрит на человека то есть задача перед ним стоит такая понять кто перед ним находится и сможет ли этот человек адаптироваться на новом месте и или он сядет на шею государства соответственно я его быстро утомил своим французским он все понял он понял что я буду бороться что я буду учить язык и в общем с нами проблем нет вот а мы уехали мы получили статус и уехали соответственно в квебек в квебеке было выбор был небольшой либо монреаль самый известный город провинции квебек либо маленький маленький семейный тихий спокойный уголок который называется квебек то есть одноименный город как и провинция это столица нашего нашей провинции в нем очень тихо спокойно нет работы много туристов много правительственных учреждений в общем куда очень важный момент то есть я сам из москвы соответственно жена у меня тоже была из москвы и мы но менять шило на мыло менять большой город москву на монреаль не хотелось если мы уезжаем другую страну в канаду или в любую другую страну мы хотим изначально мы хотим начать новую жизнь мы не хотим цепляться за старое и как бы в этом плане если наши решения принимаются в противофазе нашей жизни в россии то это всегда хорошо соответственно москву поменяли на квебек русский язык на французский но и это можно продолжать 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 вот в москве я работал перед отъездом в мгу у нас офис находился в мгу это была маленькая коммерческая фирма в области разработки программного обеспечения для шахмат базы данных обучающие программы игровые и так далее сам я закончил мифи по специальности инженер системотехник но грубо говоря я всю жизнь работал в информатике программе соответственно для канады айти любой айтишник на вес золота тогда было так сейчас я не знаю но время как бы меняется вот поэтому когда мы приехали в канаду я пошел на курсы французского языка на тот момент квебекское правительство поддерживало иммигрантов для то есть давала стипендию новым иммигрантам которые хотят изучить французский язык и остаться в канаде до вчерашнего дня это все эти годы было и вот сейчас буквально там месяц назад значит квебек начал резать эти программы довольно таки жестко курсы я быстро бросил язык я учить группе не могу у нас группа была с босницами очень много беженцев было если x югославии из-за войны вот и группа продвигалась очень медленно сам я люблю больше соответственно работать по учебникам поэтому торопился торопился и надо было искать работу новую жизнь она всегда другой ритм у меня мы жили в другом ритме я бросил курсы пошел работать нашел на минимальный оклад тогда это где-то было доллара восемь но это святое дело начинать надо новую жизнь всегда опуститься на дна американская мечта мы начинаем с того что моем посуду и потом соответственно становимся миллиардерами соответственно но посуда у меня не получилось но я нашел в информатике работу какую-то и потихонечку 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 пошло дальше но через три месяца а да вот как я искал работы это очень интересный момент мне я приехал весь в комплексах вот я не знаю как это у вас проходил у других иммигрантов но я был закомплексован жутко вот советские комплексы москвич я работал в престижной компании в центре города закончил мифи я был уверен что меня здесь ну ждут с оркестром там ковровые дорожки там утра по самолета будут встречать поэтому поехал на автобусе короче говоря не знаю я отправил свое выбрать самые лучшие компании в области программирования отправила туда свое резюме в результате меня стали приглашать но я ничего не говорил но я говорю я мычал я говорю здесь все написано в резюме читайте я пришел собственно говоря по торговаться какую зарплату мне поставить ну соответственно меня мне говорили там туда-сюда очень я уходил потом я понял что никому я здесь не нужен со своим образованием со своим опытом работы со своими знаниями вообще русский человек для них ну я иду на собеседование меня слушают мне три часа идет интервью с директором который хотел меня взять на работу потом в отделе кадров не когда узнают что я русский они говорят о водка перестройка горбачев и не берут то есть для них русский это кот в мешке они не хотят связываться с теми в канаде кто соответственно не вписывается в их стандарт чтобы не забыть я хочу разделить озвучить такую мысль иммигранты делятся по большому это важные мысли для всего интервью в рамках всего интервью иммигранты делятся на три категории те люди которые уезжают из своей от из своей страны и начинают жизнь заново в другой стране но при этом сжигают мосты они не хотят возвращаться обратно они хотят ассимилироваться раствориться стать невидимым раствориться в новой новом государстве стать частью общества нового общества вторые иммигранты они себя не могут найти на новом месте и душа у них все время рвется обратно я знаю много таких людей которые прожив здесь год-два вернулись обратно или в россию или в украину или беларусь то есть это не у всех складывается это тяжелый крест на самом деле новое общество потому что менталитет здесь совсем другой которому мы не привыкли и третьи люди они на стыке они разрываются постоянно и это идет у них в душе и борьба и разные желания и мысли с одной стороны нам хочется ну то есть нам хочется создавать наводить мосты между россией и канал то есть взять все лучшее из нашей предыдущей жизни и поделиться этим с квебекци это франкоязычный канадцы ну это не совсем так ну скажем так для начала вот и взять все самое лучшее от этого общества и изменить себя стать новым человеком то есть у нас в принципе бесценный опыт мы живем в двух разных жили в одном мире переехали в загнивающий мир совершенно другой с другими ценностями то есть мы сами как люди на вес на на вес золота и мы можем этот опыт в принципе нести в это общество чтобы она стала лучше это наш новый дом мы хотим его перестроить канада это с удовольствием принимает на ура но по большому счету всегда все зависит от того чего он и да но я отношусь конечно к третьей категории людей то есть у меня всегда на разрыве я всегда думаю россии я читал новости что там происходит туда-сюда и тогда значит здесь получается какая ситуация когда мы приехали я да я отошел в сторону французский язык я бросил нашел работу только для того чтобы понять местную термин терминологию как люди общаются на французском языке в айти компании то есть мне не нужно было там не было программирования как такового это было неинтересно но я хотел я не знал что компьютер по французский ординатор то есть я проработав несколько месяцев я все время говорил компьютер компьютер то есть это не французский термин и вообще никакого отношения к нему нет потом у меня деньги окончательно закончились то есть минимальный клад не позволяет жить семье нормально то есть снимать квартиру и я решил искать работу на меня нормальную работу меня не приглашали на интервью я не мог понять почему я отправлял всем свое резюме но результата никакого пошел к своим друзьям девушка из россии ее муж местный кобякуа они посмотрели мой резюме св по-французски и говорят слушай ты никогда в жизни с таким резюме не найдешь здесь работ потому что ты себя пытаешься продать ты пытаешься себя представить как человек хорошего специалиста канада не является профессия страной профессионал канаде хорошие специалисты не нужны потому что хорошие специалисты они стоят дорого то есть когда у начальника отдела кадров на столе лежат два разных резюме человека который с минимальным образованием и с минимальным опытом работы и человек который с большим опытом работы с большим образованием он выберет всегда первый потому что это дешевле они не хотят платить за твое высшее образование тебе тебе надо доплачивать и они когда мне это все объяснили у меня в голове все перевернулось мы выбросили все все что можно было выбросить из моего резюме оставили что я просто имею опыт работы язык программирования вижу basic это самый примитивный язык программирования то есть меня вот постригли кастрировали все вот сделали из меня серую мышку чтобы я я был готов я я понял что если я буду себя продавать дороже я но пойду мыть посуду в общем случае мне хотелось начать работать не были другие цели вот и я взял новое резюме засунул его в базу данных факсов всех предприятий которые находятся в колбеке и отправил где-то 600 факсов с моим резюме и сопроводительным письмом устроил такую и буду говорить слово сейчас плохо будет звучать но короче отправил по всем компаниям которые были в базе данных свои факты у меня пошли интервью на первом интервью то есть на первом интервью мне очень хорошо получилось не сразу сделали предложение она попала на стол директор маленькой компании в области айти где нет вообще отдела кадров отдел кадров это враг иммигрант сразу говорю в этой компании не было и он начинал думать на тему они взять ли нам человека на работе в этот момент он получает от меня факс случайно естественно возбуждается то есть только подумал господь ему послал человека значит все как надо и мне позвонил пригласил на интервью говорит слушай я почитал здесь твои резюме нам все это не надо мы в другой области специализируемся давай как бы это но я вижу по твоему образованию по твоему окту работы что ты разберешься в этих задач вот в отделе кадров никогда ни один человек так не скажет потому что в отделе кадров работают люди которые работают с бумажками которые не в состоянии оценить человека в результате интервью поэтому маленькие компании в этом плане лучше чем большие и короче он мне сделал предложение я сказал ура все мы идем на работу и но на следующий день меня пригласили на другую фирму на интервью а он не сказал я тебе даю там несколько дней подумать здесь не принято сразу соглашаться и на следующий день я иду на другое интервью я расскажу этот смешной случай и он характеризует канаду очень хорошо меня приглашают на завод на интервью приходят три человека один там директор 2 там финансовый директор третий директор по технологиям я не я не помню вот они говорят слушай мы от тебя получили уже третье третий раз твое резюме сопроводить на письмо я раньше им посылал тоже и мы сделали вывод что мы тебе нужны ты очень хочешь работать именно на нашем заводе то есть тебе интересна наша тематика а я понимаю что я даже не подготовился к интервью я не знаю даже чем они занимаются и но быстро сориентировался и подыграл говорю да конечно туда-сюда и в общем это было по 3 а это я по ошибке они получили от меня три интервью три моего письма но они очень ценят любой они они любят они пытаются сделать из человека серенькую мышку то есть чтобы они растворить его в толпе но при этом если они видят что человек проявляет характер для них это очень важно я расскажу когда шахматах буду говорить потому что здесь общество надо сказать без характера то есть у людей нету они не умеют бороться они не знают что такого борьба потому что ну как общество потребление по большому счету у них другие взгляды на жизнь я в шахматной части расскажу вот короче они мне сделали предложение я говорю слушайте ребята я подумаю но вот у меня есть уже предложение я скорее всего пойду ну в общем да я пошел в первую компанию которую меня сделали и начал там работать дальше через через год буквально я впервые пострадал за свою великую родину это был интересный момент то есть нашу компанию с потрохами купила огромная одна из самых известных не буду называть ее в канаде консалтинговых компаний которые и с потрохами это означает что в полном составе всех людей которые работали в компании и буквально за день до переезда ко мне приходит мой начальник который меня брал на работу абсолютно бледный и говорит слушай владимир я ничего не могу сделать я не могу их уговорить взять тебе они категорически против тебя и я говорю а что что собственно говоря я такое сделать ты русский а это консалтинговая компания имеет огромное количество контракта контрактов с военным с впк канады и у них буквально год назад монреале был случай они разоблачили шпиона там он работал на кгб он был из россии и соответственно не после этого решили русских не брать я говорю ну хорошо а чего я говорю что-то что ты расстраиваешься начальник что но он у него обязательства передо мной а мне не мне интересно мне так весело стал ну то есть как бы но но вот пострадал за великую родину да вот мы слушай я тебе обещаю мне очень хорошие связи в колбайке я тебе найду работу работу другую в хорошей компании и меня через месяц взяли уже в новую компанию в которой было действительно интересно я уже работал как специалист с языком си там программировал очень кита математический алгоритм это было здорово вот а значит дальше происходит в плане работы я хочу остановиться вот на этой компании и на следующий и на этом тему работы мы оставим информатике потому что информатику в конечном счете я бросил но это очень важно об этом рассказать потому что но когда я приехал в канаду то есть я понимал что быть в северной америке специалистом в айти технологиях это но это быть в раю то есть любой специалист здесь такой нура у него огромные оклады там спрос всегда легко найти работу это хорошая обувь северной америки вот но соответственно вот там где он меня куда устроила у нас была компания которая занималась фотографированием канадских и северо-американских городов самолетов мы создавали карты вот и я работал в этой области и потом нашу компанию так выборская компания купила компания кодек американской и начался кошмар то есть пока это была канадская компания все было замечательно когда нас купили американцы это очень важный момент потому что любую канадскую компанию когда она начинает развиваться ее скупают американцы причем скупают как они приезжают и говорят мы хотим купить вашу успешную компанию и пишут на листочке бумаги там соответственно сумму за которую они хотят купить им говорят ну слушайте вы нас не уважаете они добавляют нолик в конце суммы и скупать здесь скупать канадская все успешные компании в канаде скуплены по большому счету и вот нас купил кодек американской известной компании и начался полный бред производственный цикл оставался старый но нам выписали мы новый менеджмент из соединенных штатов и зачем ты из франции еще одного франкоязычного менеджера то есть в результате всего этого компания через год-два обанкротилась потому что ничего не изменилось собственно добавили нахлебников которые соответственно которым надо было платить которым платили бешеные зарплаты в той компании у меня было интересно было интересно почему я стал рассказать про этот кодек у меня были хорошие отношения с президентом этой компании а почему потому что это важный момент где бы я не работал я не могу просто быть винтиком системы я не являюсь никогда винтиком я не растворяюсь и соответственно я изучаю знаете со своим уставом чужой монастырь не ходит я изучаю монастырь и когда я понимаю как он работает я начинаю менять устав то есть грубо говоря через некоторое время я иду к президенту компании и выкладываю ему все проблемы компании на стол вот этот кодек я говорю мы теряем деньги здесь здесь в этом отделе можно так 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 он меня слушай слушать и говорит слушай вообще конечно я тебе благодарен все это здорово все это замечательно но ты понимаешь что если я последую буду следовать твоим советам то нам надо начать реформы в нашей компании у нас все хорошо у нас все хорошо каждый человек на своем месте у нас целый отдел менеджеров ты предлагаешь что что соответственно если я сейчас из твоего списка что-нибудь передам в отдел менеджеров каждый из них поймет подумает что ты хочешь на метишь на их место и ты станешь их врагом занимайся программированием у тебя все будет хорошо я говорю окей нет проблем вы мне все объяснили мы идем дальше эта компания обанкротилась через несколько лет как я уже говорил и последняя компания в которой работал это это был это была кульминация моей моего первого этапа иммиграции в канаду почему потому что когда я приехал я был никем не знал французского не имел дома не машина ничего ничего у меня была какая-то банальная примитивная мечта найти работу купить дом завести собаку там ну и так далее этого подобного и вот последняя работа которую я сейчас подвожу это была кульминация это была уникальная совершенно работа и после нее я решил открыть свой бизнес и завязать навсегда с информатика я попал самое логово финансовой архи структуры канады можно сказать так в провинции квебек есть банк это ну типа нашего сберкасса наши которая была в советские времена называется джардан пав по фамилии его основателя этот банк был первый в канаде это не совсем банк это кес популярные не знаю как по-русски это популярная касса может быть неважно но у них мощнейшая сеть провинции квебека по всем по всем деревням городам поселкам везде они мощнейший с центральным офисом в нашем городе ну через реку и вот я попадаю в этот центральный офис то есть там люди которые но вот с олимпа финансово ли скажем так и я попадаю в эту компанию не на постоянную работу а по контракту потому что консалтинговая компания в которой я работаю меня вместе с моим начальником туда предложил и они приняли и вот здесь начинается полный бред во-первых по поводу этого банка чтобы вы представляли историю квебека если вы путешествуете по провинции квебека на машине но не по хайвею а вот тут по-французски а едете по любым проселочным дорогам и проезжаете любые небольшие поселения то центр этих поселений не знаю как во франции но в колбеке это анекдот это три в одном это церковь кладбище и банк джардан то есть причем они всегда все вместе вот знаете вот банк финансовая церковь я не знаю в какой последовательности интерпретировать это там ну понятно что кладбище после банка идет ну в общем я не знаю короче говоря у меня начались проблемы для проблемы какого характера я оказался в месте которое меня пыталась изменить пыталась изменить то есть я чувствовал это было красивое здание из стекла и бетона там люди женщины были все в костюмах мужики были высоких каблуках ну относительно короче говоря это вот знаете я попал в какую-то сказку и плохом смысле этого слова я не понимал чем люди там занимаются то есть мы как бы получали хорошие зарплаты не никого ничего не интересовало постоянные собрания постоянные тусовки постоянные выступления постоянно люди не как ничего живого никакого человеческого общения начальники пускают пыль в глаза там говорят какие-то вещи вот знаете как советском союзе лозунгами какими-то то есть я не понимал что я там делал и мне было очень тяжело то есть если бы я был владельцем этого банка это всех разогнал бы оставил бы там несколько человек и все было бы но они жили для себя они создавали систему в которой варились то есть это это даже не короб не коррупционный схем это просто они весь бизнес работает на основателе бизнеса им это кормушка то есть они берут удар родственников совершенно недееспособных специалистов которые просто сидят и получают зарплату я попал не знаю куда и я не могу это изменить то есть у меня фишка такая что если куда-то попадаю я начинаю это менять не под себя а ну то есть я вижу я хочу вдохнуть жизнь в коллектив там ну это это очень важно потому что я не играю по чужим правилам если они будут если люди говорят неправду то я не играю и я впервые почувствовал что это атмосфера сильнее чем я потому что это не моя компания я здесь по контракту если бы меня взяли на постоянной основе я бы там устроил перестройку но собственно говоря я по контракту и мне надо будет рано или поздно я пошел к своему начальнику с которым мы работали говорю о гиза звали ги ну французское я говорю ги слушай ты не поверишь то что я тебе сейчас скажу но я ухожу вот смысле я говорю но я я больше находиться не могу смысле я говорю ну ты понимаешь мне на душе плохо вот я каждый день прихожу на работу и я вот чувствую что я деградирую как человек как личность как профессионал то есть я идет непрерывная деградация у меня мысли разрушительные появляются в голове я человек созидательный позитивный мне надо мне нужен какой-то прогресс я должен к чему-то стремиться здесь я вообще ничего не вижу я здесь никому не нужен я ухожу он побледнел и говорит слушай владимир ситуация какая этот контракт для меня очень важен вот для для него для ги давай искать компромисс я тебя очень прошу ради меня еще полгода пожалуйста по работой и потом увольняйся без проблем у меня выбора нет то есть я находиться не могу но перешагнуть через человека который от которого я вы видел в этой жизни только добру я тоже не могу я ему говорю хорошо ради тебя но имей ввиду я перешагиваю через себя короче через три дня в компании начались сокращения он ко мне прибегает говорит тебя уводили и меня тоже он абсолютно бледный чуть ли не плачет я подпрыгиваю счастье слава богу то есть я и через него не перешагнул и через себя не пришли господь как бы все это устаканит на этом в тот момент я понял что я больше не могу я в информатике не буду это была кульминация и мне надо заняться чем-то свой теперь чем я мог заняться самый большой опыт у меня в области шар компания в которой работал в москве это в оба я сам шахматиста ну мастер спорта там какой-то международной шахматной федерации но с точки зрения там настоящий гроссмейстеров это капля в море это 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 не что но с точки зрения опыта работы с людьми это много я потому что как бы когда был в москве очень всю шахматную литу я знал я федерацию знал я много общался с клиент ну они были мои клиенты в конечном итоге шахматист вот я думаю что им ада с первого дня приезда в клубек я стал давать шахматные уроки частные то есть я был хорошим шахматистом я играл в турнирах я выиграл у меня сразу появились ученики то есть я и немножко и подрабатывал и туда-сюда и зондировал рынок еще работы в информатике я зондировал рынок на шахматную тему соответственно стал преподавать в колледже в университете мне дали помещение бесплатное для преподавания студентам я везде где мог преподавал то есть я изучал рынок у меня первая группа шахматная была дорогая я по воскресеньям собирал за 20 долларов 4 часа я брал 20 долларов не в час а за четыре часа и это большая была сумма для клубека и у меня группа была адвокаты финансисты банкир то есть какая-то или элитная тусовка очень интересные люди мне было страшно с ними интересно но я в какой-то момент понял что мне это не надо потому что первое я преподаю шахматы не для тех людей которые хотят понять которые мечтают стать хорошими шахматистами я часть их тусовки но я не хочу сказать клоу но я аниматор то есть я в принципе они собираются для того чтобы общаться используя тематику которую они любят шахмат но самое главное это не то а то что я не на моих на моих курсах только обеспеченные люди я не ориентирован на простых смертных которые хотят играть шахмат и меня это это неприемлемо скажем так я их разогнал и пошел это как раз договорился с университетом и за те же четыре часа я уже в университете брал 5 долларов с человека за четыре часа то есть весь вечер четыре часа он платит всего пять дом это копейки для клубека это это вот самый низ но у меня приходило 18 20 чего 15 20 человек в группе было каждый вторник это было замечательно это была шикарная группа это было лучшие воспоминания в кубоке параллельно игра в турнирах выиграл кучу турниров и в общем в шахматном сообществе города клубека я был человеком достаточно известным и я думаю что хорошо если с информатикой завязываю и смогу ли я зарабатывать шахмат сел и стал считать и понял что нет то есть чтобы создать шахматную школу коммерческую мне надо будет много брать с людей но у меня уже опыт есть что это закончится тем что люди которые студенты они не смогут ходить на мой курс я стал искать то есть это должен быть социальный проект я стал искать спонсоров но не спонсоров как таковых а я думаю ну слушайте пойду к министерство луазир там я не знаю образование и предложу им проект почему я говорю слушайте я пошел туда и говорю вот я чемпион квебека неоднократный по шахматам преподавал там 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 хочу создать свою школу и учить квебекских детей шахматом я это не должен быть коммерческий проект я хочу чтобы в министерстве меня финанс субсидировал они говорят мы с удовольствием у нас есть фонды но мы не можем потому что для того чтобы вас субсидировать мы должны пробить вас по компьютеру если в квебеке уже были шахматные школы и они были успешными проектами мы вам выделим деньги но вы первый мы не можем выделить деньги я говорю но я пионер но я я хочу начать я готов начать то есть начните с меня короче бесполезно и я еще по разным общественным организациям походил по банкам походил говорю дайте мне делать я хочу преподавать шахмат они говорят кому твои шахматы нужны у нас хоккей это квебек у нас хоккей если бы ты хоккей преподавал то значит вот и но я говорю ладно в общем надо становиться сильным и самому финансировать свой же социальный проект шахматы ним не должны быть коммерции я стал думать каким бы мне бизнесом заняться чтобы зарабатывать деньги на жизнь и плюс финансировать шахматный я загорелся тогда тот момент шахматным проектом и очень то мы с женой пришли к выводу что можно открыть небольшой русский магазинчик и одновременно при нем шахматный клуб ну то есть мы сняли помещение это маленький маленький магазинчик семейный и рядом прямо вот через прозрачную стенку ну не через правду через обычную сил 2 дверь прямо рядом помещение это шахматный клуб я считал так но буду зарабатывать деньги продавать черный хлеб селедку и кру там прочие вещи эти деньги я буду инвестировать в шахматный проект и я буду счастлив потому что бизнес как таковой мне нужен только для того чтобы но жить и заниматься чем-то полезным для души и общества я хочу отдавать я хочу делиться своим опытом у меня опыт как бы там есть преподавание вот мы открыли этот магазинчик и начали преподавать и в общем то здесь получились очень интересные вещи первым когда я преподавал университете мои курсы шли нора люди платили 5 долларов за четыре часа по вторникам и было очень много людей здесь я людям дал свободу выбора и вообще с кем бы я не строил отношения финансовые или личные еще какие-то дружеские я всегда людям даю свободу выбора я очень боюсь манипулировать другими людьми потому что это плохо вот соответственно я думаю в москве после школы обыкновенной школы я всегда садился на троллейбус ехал до детско-юношеской спортивной школы в шахматный кружок куда ходил каждый день ну кроме выходных там до позднего вечера мы играли в шахматы занимались и так далее я сделал здесь то же самое вот советскую шахматную школу я могу реализовать в несоветском клубике соответственно и я говорю вы платите я не помню сейчас сумму честно скажу где-то в районе 10 долларов в неделю и все вечера у детей бесплатно ваши то есть я в шахмат приходите шахматный клуб я тут же из магазина к вам прихожу я занимаюсь вы играете в шахматы то есть фактически я пытаюсь советскую модель притворить там загнивающей канаде не знаю где вообще не пошло когда людям говорят чтобы платить 10 долларов в неделю вас свобода в любой день когда приходите и с вами будут заниматься они это не понимают это не входит это не их менталитет они заходят в ступор они не понимают здесь какой-то обман если я с них беру 5 10 20 долларов и говорю что каждая суббота курсы идут с 10 утра до 11 утра все они это люди которыми надо управлять они по-другому не уме и нельзя давать свободу это не к осуждению это другой менталитет это часть их системы они готовы ходить на курсы шахмат каратэ не знаю чего один раз в неделю на один час и думать что они смогут чего-то добиться в этой жизни но в этой области это абсурд но как бы сам факт остается фактом это так короче говоря у меня для детей совсем не пошел у меня была группа экспертов эксперт это по-французски ну скажем самый продвинутый шахматист уровень где-то первый разряд кандидаты мастера то есть они ходили на мои курсы и я им преподавал разбирал свои партии партус мы с ними занимались это была стратегия это было довольно таки интересные интересные курсы а вот так это продолжалось несколько лет и потом я одновременно зашел в двойной тупик и по бизнесу и по то есть и по магазину и по шахмату это очень важный момент это как бы второй как это по-русски но вот документационный такой момент в бизнесе дела пошли все пошло вниз то есть я был на грани банководства но мы были наш магазин на грани банководства мы же я это это мы это я и моя жена это наш бизнес вот соответственно мы были на грани банкротства а в шахматах у меня был кризис кризис связанный с менталитетом с менталитетом канадцев и я об этом расскажу это очень важный момент я понял главное первое что если я выйду из шахматного клуба перестану преподавать шахматный клуб закроется все завязано на меня хозяин баре это очень плохо то есть если вы что-то создаете вы должны создать систему которая должна прекрасно работать после вашего ухода это это базовая вещь никто из моих учеников не хотел бы преподавать если я заболел он не выйдет ради меня и и не будет преподавать другим он это не умеет он этого не хочет это общество потребление они ходят на курсы для того чтобы поднять свой уровень знаний они не понимают что мы впитываем информацию в себя поднимаем свой уровень знаний до какого-то момента и потом мы должны остановиться мы должны научиться это давать другим людям делиться преподавать если мы не делимся тем нашим опытом вот взять тех же блогер да они делятся своими всеми этими вещами то мы останавливаемся если мы начинаем делиться мы идем дальше собственно говоря я не смог им это объяснить я не смог им этому научить потому что для того чтобы их этому научить необходимо было поменять менталитет канадца поменять общество потребление сделать здесь какое-то другое это невозможно и вторая вещь которая меня полностью подкосила у них нет характера а что в шахматах изучать шахматы ради шахмат нет смысла мы изучаем шахматы чтобы потом участвовать в турнирах побеждать чему-то стремится выезжать другие города путешествовать там становиться сильными расти все время расти у них этого нет вообще они играют в турнирах в местных турнирах исключительно для того чтобы попытаться заработать взять приз там это может быть 500 долларов 1000 долларов вот проходит турнир если вы побеждаете вы получаете первое место получается жуткая ситуация то есть турнир это пять партий пятница вечером суббота две партии воскресенье две партии вы приезжаете в какой-нибудь город на турнир там 300 человек приезжают играют в этом турнире первый приз предположим условно тысячу долг каждый приезжает смысле ох я сейчас всех порву и приз мой первую партию если вы проигрываете и проигрываете вторую но даже после поражения в первой партии у вас нет шансов уже взять но после первого поражения есть после второго поражения шанса взять приз нет в результате если на турнир приехало 300 человек после двух партий остается 200 остальные уезжают они бросают турнир вы можете себе представить они бросают соревнования я не говорю про неуважение к организаторам которые все это дело спланировали я говорю про то что для них вот как они это объясняют не повезло но повезет в другой раз они не понимают что если они обон даны если они бросают начатое дело они не вас они не формируют характер они идут назад они уничтожают свой характер они становятся слабыми в минуту испытания они ничего не смогут с собой сделать я им начинают объяснять они меня смотрят как на они понимают где это но я их не переделывая когда я понял что мне надо переделывать все общество и учить их выживать они этому этому их здесь не учит у них в обществе потребления все расписано начинает образование до до кладбища на джардан то есть это не моя функция я максимум что могу делать это объяснять людям шахматы все на этом вопрос закончен я закрываю шахматный клуб я его закрыл поставила на этом жирный крест и сосредоточился на бизнесе потому что бизнес надо было спасать бизнес это магазин мы у нас русский магазин мы его открыли 2003 года он был русским конечно до 14 года сейчас это восточноевропейский магазин мы открыли магазин 2003 году как и объяснил для того чтобы поддерживать но жить и поддерживать шахматы с магазина но потом соответственно вот так вот и сейчас это довольно таки большой магазин по местным меркам но я хотел бы вот поэтапно первое мы открываем магазин в августе 2003 года подготовка на открытие магазина занимала где-то ну не знаю может 6 месяцев может но мы полностью ушли в контакты с поставщиками то есть переговоры все это дело и так далее в июле за месяц до нашего открытия на другой стороне города на другом конце города открывается русский магазин другой причем открывают его наши друзья с которыми мы уже последний год не общаемся потому что мы готовим наше открытие они готовят свое открытие мы не знали что они открывают и они не знали что мы открываем но разница была в том что мы все делаем с нуля они и еще одна семья они скопилировали две семья не сбросились и купили существующий бизнес югославский боснийский магазин маленький боснийский магазин они купили чтобы сделать из него русский открываются маленький город здесь русскоязычных но но очень мало ну там несколько десятков может быть сотни может две сотни но это несерьезно это конкуренция невозможно то есть мы встречаемся с ребятами и понимаем все без слов что вот ситуация такая что мы будем кто-то из нас выживет а кто-то нет а у меня дилемма еще с шахматной сками с шахматной сками интересное выражение я когда играю в шахматных турнирах я у папы своего часто спрашиваю пап а как быть так вот я мы играем я играю с друзьями шахматных турнирах ну когда был мальчик совсем там 11 лет и я желаю поражение моим друзьям которые вот играют на соседних столиках чтобы они не взяли первое место что первое место взял я это наверное очень ну как меня это смущает как это же плохо желать поражение людям которые тянут в своим друзьям будет это спорт в спорте это именно так если ты при этом за шахматной доской выяснять отношения а вне шахматной доски вы друзья и так далее это нормально вот и соответственно но вот такая ситуация и я встречаюсь с ребятами и мы все понимаем без нам даже говорить было нечего мы понимаем что мы будем грубо говоря выживать друг друга с рынка но слава богу я в режиме конкуренции не работаю для меня то есть я я понимаю что любой человек который создает свой бизнес вы меня поймете у вас свой бизнес был в россии это креативный человек это человек настроенный на созидательную деятельность это божье дело созидательная деятельность что в противовес этому есть разрушительная деятельность чем занимается там режим путина постоянно он уничтожает чужое он не создает свое и я очень уважаю других людей и не хочу разрушать в режиме конкуренции не хочу разрушать чужой бизнес но что делать если мы не выживу вместе топить других нельзя перешагивать через других нельзя и я сразу моментально меняю ориентацию бизнеса я просто абстрагирую от всех русскоязычных это их выбор в какой магазин ходить я не буду с ними бороться там ценами или еще как-то я переключаюсь на другие рынки я переключился на поляков и румын благо румыны у нас в городе есть но разные диаспоры как бы и румыны на тот момент было три югославских магазина и собственно говоря ничего больше я беру себе значит начинаю продавать продукты польские румынские у меня появляются клиентуры я начинаю сконцентрируясь на них и вообще туда по тот русский магазин забываю ко мне приезжают русские русскоязычные ко мне к ним кто ближе к магазину не важно у меня нет никакой борьбы у меня нет ничего негативного против тех людей единственный момент вот это югославы югославы это ну я говорю господи бывшие югославы их обосниться очень много не было свое время волна которые люди беженцы уехали от войны у них три магазина один продали вот второй русской семье то есть оставалось фактически ну типа у югославы стали по русские вот и еще два магазина я специально не выхожу на чужие рынки не продаю югославские продукты в своем магазине чтобы не переходить другим дорогу я считаю что мы должны помогать друг другу но мы иммигранты восточный я меняю специализацию с русского магазина на восточную европу и развиваю те направления которые не охвачен вот на через некоторое время к сожалению у меня появляются достаточно много югослава в магазине и они начинают мне капать на мозги год владимир ну почему ты не продаешь вегет это вот знаете хорватская вот сам известный спец я говорю но это же есть в боснийских магазинах ну чё я буду их дублировать чего я буду забирать их хлеб они будут и пойми во первых это на другом конце города во вторых мы сербы ты нам ближе твой русский магазин нам по духу намного ближе чем боснийский нам туда совершенно не в радость ходить мы совершенно разные люди я говорю о здорово приплыли и я завез эту вегету и очень постепенно постепенно у меня стали появляться югославские продукты и все югославские магазины закрылись то есть мы остались одни на рынке я очень переживал что в общем приложил руку к этому делу но владельцы тех бизнесов стали моими клиентами и мы прекрасно с ними общались и даже шахматах общались то есть как бы моя совесть в этом плане чисто вот дальше много лет мы развивались и вот здесь история была очень тяжелая для меня у нас появился минимар русский то есть открыли русская семья из москвы тоже они открыли магазин в три раза больше наши и я очень хорошо знал владельца это как бы был тот момент мой друг он как бы так вот но для меня было совершенно он профессионал и в бизнесе профессионал и вообще умеет читать деньги то есть я прекрасно понимал что если он открывает магазин он первый что сделает это уничтожит мой бизнес наш магазин это было совершенно очевидно потому что город маленький вами два магазина и ну никак не выжили то есть он четко понимал когда открывал магазин что он идет на меня с войны и у меня был выбор либо включиться в эту войну. Я не знал, как. Я не работаю в режиме конкуренции. Я был растерянный, я был подавленный, я был обескураженный. Либо взять себя в руки и искать варианты. Я начал реформу. Закупили новую технику, обновили поставщиков, стали продавать те продукты, которые не продавали. То есть я стал всю энергию я направил не на человека, который пытается, собственно говоря, уничтожить мой бизнес, а на развитие бизнеса. Благодаря ему я начал реформировать бизнес. Пока я реформировал бизнес, он закрылся. Они просуществовали от 3 до 6 месяцев. Там были большие деньги вложены. Там был огромный магазин. То есть у них потенциал был колоссальный. Они выбрали не стратегическое место. Они ошиблись. Они не поняли, где открывать магазин. И самое главное, они не поняли, что в Канаде главное это клиентура, которую надо нарабатывать годами. И что просто так взять, забрать моих клиентов нельзя, не получится, потому что люди здесь, особенно иммигранты, это свобода любивая. Вы ими не можете манипулировать. Да, вы можете продавать в два раза дешевле продукты, тогда, конечно, кто-то, будьте здоровы, пойдет. Но, в общем, эта история очень важная, чтобы показать, что из любой ситуации есть выход, и ее можно развернуть к своей душевной пользе. То есть у меня было искушение бороться против человека, я это не сделал, и стал развивать бизнес, и война закончена. В результате, что мы имеем? Нам 20, о господи, 21 год нашему магазину, мы монополисты, до сих пор на этом рынке нет других магазинов. Есть большие магазины, но они никакого отношения к Восточной Европе не имеют. Наверное, это вообще единственный город в Канаде, большой город, КВБ большой город, где есть магазин монополист, по той простой причине, ну что, господи, ну поляки, они до такой степени, самое большое количество импортеров из Восточной Европы в Канаде это поляки, самое большое количество магазинов это польских магазинов, в Торонто их море, в Монреале их море, самый большой восточноевропейский магазин старский в Торонто находится, это типа Коска, это огромнейший монстр. И в Коубеке нет, в Коубеке только мы, и после вот этой борьбы со вторым русским магазином, я понял, что больше не хочу никакой конкуренции. То есть я изменил модель магазина. Теперь магазин направлен, модель магазина такая, чтобы, это вопросы безопасности бизнеса, для меня это первично, чтобы у человека, который там приезжает с деньгами и с амбициями в Коубек, который хочет думать на тему, а не открыть ли мне магазинчик, посмотрев там на мои цены, на все, как у меня организовано, пообщавшись со мной, просто не было такого желания открывать эти магазины, отбить желание на корню, то есть не искушать людей. По этой причине, например, как бы я не продаю черную икру, я не хочу людей искушать, потому что те, кто не понимает, что такое черная икра, но видят цены, они начинают теряться. У меня этого нет. И специализация магазина очень жесткая. Мы не продаем продукты, которые можно купить в других магазинах в Коубеке. То есть, если вы приезжаете в наш магазин, вы сразу попадаете в другой миг. Просто вот в другой миг. Это смысл, то есть это модель магазина, должна быть модель. Значит, теперь по поводу... Да, очень важный момент, который я упустил, когда говорил про информатику. И это важно для иммигрантов. Я не знаю, как во Франции, может, вы меня поправите, но в Канаде это работает. Мне больше всего после переезда в Канаду и после начала работы в информатике, мне больше всего не хватало нашей советской, работой в коллективе. Я в этом вырос. То есть, у нас вот в этой фирме в Москве был коллектив, но душа в душ. Мы все были как близкие люди. Мы жили интересами фирмы, мы постоянно общались, мы постоянно... Мы знали, что происходит в семье каждого. Мы помогали. Это была по-настоящему душевная среда, атмосфера. В Канаде этого нет. Я когда с этим столкнулся, мне было ужасно тяжело. На собеседовании вас спрашивают, вы хорошо работаете в коллективе. На каждом собеседовании вас спрашивают, то есть, вы человек социально или асоциально? Да, конечно, они не умеют работать. Они спрашивают, но собеседований в коллективах здесь нет. Везде, где я работал, каждый сам за себя. Волчий закон. Поэтому информатика у меня оставила не то, что разочарование, но вот такой след негативный в этой жизни. Поэтому очень важно людям, которые сейчас нас слушают, которые или недавно приехали, пошли в миграцию, или уже давно, или не могут себя реализовать. Если вот в Канаде вы можете стать частью канадской жизни, прекрасно работать, зарабатывать на жизнь и заниматься семьей. Но, если у вас есть амбиции, если у вас есть характер, если вы замечаете то, что не работает и хотите это исправить, вам надо создавать свой бизнес, вам надо себя искать. То есть, Канада идеальная страна, я не хочу обидеть Францию, Канада идеальная страна для таких людей, которые в поиске. Здесь государство поддерживает, полностью поддерживает любой бизнес, никогда не ставит палки в колеса. То есть, в Москве я бы никогда в жизни не пошел бы в этот бизнес. То есть, это исключено, я знаю это сказать, чем живет Москва и российские законы. Вот, но в Канаде это очень легко и просто. Если вы создаете свое, то государство вам помогает. Владимир, несколько вопросов тогда вот именно по магазину и как раз про аналогию. С учетом моего опыта в России и вашего опыта в Канаде, буквально короткие вопросы. Вопрос номер один. Вот с момента открытия вами вашего магазина по сию пору, с учетом того, что какое-то время до 14-го года он даже был под брендом «Русский магазин», наведывалась ли к вам русская мафия или какая-либо другая мафия, то есть сколько, если посчитать, за весь этот период было посещение вашего магазина какими-то криминальными лидерами, не которые пришли за сосисками, солеными огурчиками, водочкой и так далее, а которые бы приходили к вам и говорили «Владимир» или «Вова». Ну, надо бы долю какую-то там в общак надо уделять и так далее. Я, конечно, утрирую, но я просто провожу параллели с российской действительностью. Я сейчас говорю именно про криминалитет. Сталкивались ли вы в Канаде с представителями криминала, которые бы предъявляли вам как бизнесмену какие-то требования? И сразу второй вопрос. Аналогичные требования какие-то незаконные предъявлялись к вам, не знаю, там СЭС, там Санэпиднадзор, там милицейские, участковые, полицейские, ФСБшники канадские, которые бы приходили и говорили, что, ну, как бы, старик, смотри, как ты развился, значит, рядом с тобой все конкуренты позакрывались, но ты вот не забудь про нас. Как бы надо нам, не знаю, там у начальника местного РУВД, там начальника комиссариата день рождения завтра, давай мы у тебя сейчас весь прилавок заберем, вот скажи спасибо, что, ну, я понимаю, сейчас немножко реакцию по глазам, но тем не менее, вот два таких вопроса, которые были интересны для тех, кто живет в России на постсоветском пространстве и открывает свои бизнесы. Смотрите, у нас Квебек очень маленький город, то есть я не могу говорить за Торонто и Монреаль, как там, ну, я практически убежден, что это транспарант, то есть абсолютно прозрачная ситуация. В Канаде это невозможно. То есть мы канадцы, мы канадцы по менталитету, если там придет как представитель мафии, я даже не знаю, есть ли мафия, там русская мафия, но в Квебеке точно нету, потому что в Квебеке русская мафия, не знаю, не могу себе представить эту картину, но как бы смысл в том, что там если кто-то придет, ну, у нас разговоры не получится, то есть по их законам, вот по этим, мы канадцы, мы россияне, которые уехали в Канаду, играть не будем, ни при каком раскладе, и это просто исключено. Может, Бог милого, может быть, но вообще никогда абсолютно даже никаких мыслей и смысл Канады именно в том, что этого здесь нету, а со стороны вот этих всех русских, мафий и так далее, это вообще нету, и даже думать на эту тему как-то для нас, ну, неожиданно. Второе, что касается пожарной, неважно, всех этих проверок, у меня были, ну, почти раз в два года идет проверка министерства, которое занимается, ну, лицензиями, ну, не лицензиями, чтобы в магазине все было согласно закону, то есть у меня есть лицензия на магазин, соответственно, чтобы все совпадало с этой лицензией, то есть наличие горячей воды, там, чтобы в морозильниках была нужная температура, эти проверки идут постоянно. Я у них, я с инспектором как бы много общаюсь, и он как бы говорит, что я у них в списке, у них есть рейтинги, то есть я на самом верху, я за сам, потому что, ну, законопослушный гражданин, и, собственно говоря, все требования я выполняю, единственное, в начале, когда мы открыли магазин, у нас были тренинги, ну, это нормально, естественно, там, тренинги были из моей бороды, потому что бакенбардов у них по закону, вот на эти бакенбарды в магазине надо сеточку одевать, на голову сеточку и здесь сеточку. Я говорю, вы можете себе представить в сеточке, меня в сеточке, вот, они говорят, это закон. Я говорю, хорошо, а если я сбрею бороду и бакенбарды, мне надо одевать сеточку? Ну, нет, конечно, это же по закону. Я говорю, а если у меня будет щетина однодневная? Нет, а и двухдневная? Короче, я до такой степени достал их с этой... Мы торговались за эту щетину, в общем, на меня махнули рукой и, в общем, на этом вопрос закончился. Или, например, по закону кавыбекскому вы не имеете права в магазине резать мясо, то есть в перчатках это обязательно, но у вас не должно быть никаких украшений на пальце. То есть, если золотое кольцо, бручальное кольцо, его надо снять по закону. Я говорю, я не могу. Они говорят, это почему не можешь? Я говорю, я женат. У нас это в России как бы снять кольцо, это символ измены. То есть, это приведет к измене. И, в общем, у нас диалоги совершенно шли. Люди какие. И потом, как бы, ну, в общем, вот так. Вот это довольно-таки... И вторая часть. И была одна, один раз, после нескольких лет существования магазина, меня пригласили в министерную ровеню. Это посерьезнее. Это налоговая. Налоговая проверка. И это очень серьезная вещь. Значит, они по своим каналам проверили мой бизнес и не поняли, на какие деньги он существует. То есть, они не поняли, они видят, что бизнес существует, развивается, деньги идут, а на какие деньги он существовал. То есть, сейчас доход от магазина меньше, чем расходы. Они это видят. И они меня вызвали, сказали, все документы на стол, все инвойсы, ну, эти фактуры, как это по-русски, счета, всю-всю-всю-всю бухгалтерию на стол. Я привез им все папки, они стали проверять и говорят, мы не понимаем. То есть, они боялись, что у меня есть другой источник доходов, который я не декларирую, и на эти деньги существует мой магазин. А я им говорю, слушайте, я приехал в Канаду без денег. Я работал в информатике. Пока я работал в информатике, все банки Канады мне сделали предложение на кредитные карточки. У меня полный набор кредитных карточек всех банков. Ну, и жене это уже сделал. Когда мы открывали бизнес, мы почистили все карточки. Там больше 100 тысяч долларов было с карточек. Это ненормально. Я не говорю, не советую никому. Это огромные проценты. Там под 15 процентов. Это ненормально. Но когда я принес в это министерство по налогам выписки из кредитных карточек, то есть, я сначала не принес, потому что я не думал, что это надо. Но когда я принес, когда это увидели, они захлопнули все мои папки. Они говорят, ваше досье закрывается. Мы снимаем шляпу. На своем французском языке перед вами. Вы играете с огнем. Мы вам очень сочувствуем и желаем, чтобы вы выжили в этой ситуации. И это действительно факт. Наш бизнес построен на кредитных карточках. Может, впервые в мире. Я не знаю. Но вот это ненормально. Я этим не хвастаюсь. Я говорю, что это ужасно. И после этого... Извините, я просто сейчас уточню. То есть, в какой-то определенный момент, когда вы ушли с оплачиваемой работы и решили создать бизнес, вы в какой-то момент рискнули. И лично под себя вместе с женой взяли личные кредиты, вложили их. И если бы не упорная работа, если бы не вот этот шахматный расчет в этой игре в многоходовых комбинациях и не ваше упорство, и желание самореализоваться именно в этом направлении, то есть, если бы, грубо говоря, вам не повезло, вы бы по этим карточкам были бы должны, вы были бы банкротами. То есть, вы здесь рисковали, и они увидели это, что вы создавали, набирая кредиты. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Они это... Они... Их... Им главное... Это четко надо понимать. У меня вот... Один человек как бы спросил по поводу, если он, например, подрабатывает по-черному, что будет происходить. Смысл в том, что раз в год в Канаде каждый гражданин Канады заполняет декларации о доходах. И если вы там пишете, что у меня доходов нет, я не работаю, то вами точно займутся налоговые инспекторы, потому что на какие деньги вы живете. В Канаде вы не являетесь собственником, вы снимаете квартиру. Это большие деньги. Если у вас нет статьи доходов, то, ну, вами занимаются. И тут они видят, что у меня... Ну, несоответствие. Но они не видели, что деньги сняты с кредитных карточек. Да, там и сняли с кредитных карточек. Личные кредитные карточки под ответственность. Это не страшно. Банкротство в Канаде это очень просто. Я не очень сильно рисковал. Это не Россия. В России, если вы не отдадите кредит, за вами придут и придут. Это тяжело. Здесь это не так. Здесь совершенно другая система. Я не говорю, что из-за этого мы пошли на риск, но мы прекрасно понимали, как система работает. Здесь очень много людей банкротят свои компании умышленно, потому что они берут кредиты. И банкротство это защита от кредитора. И никогда в жизни никто здесь деньги ни из кого выбивать не будет, потому что, когда идет процедура банкротства, вас защищает закон и к вам не могут прийти, потому что как придут, так и соответственно уйдут. Вот. Вот такая ситуация. То есть, если идет проверка и видят, что вы законопослушный гражданин, то вас не будут. Вопросы снимаются. Ну, если позволите, насколько это этично или неэтично, все-таки у многих людей возникнет этот вопрос, потому что будут смотреть интервью, будут анализировать ваш опыт. В результате, с учетом длительности работы вашего магазина, бизнеса, это сколько уже, десятки лет, да? Больше 20 лет? Да, 21 год. Чтобы мы именно по этой части, вот в этой главе, она со знаком плюс или минус, то есть, в результате, это те кредиты, которые вы брали, с чего вы начинали, удалось за эти годы закрыть и уйти в плюс? Нет, не удалось. Не удалось, но есть тенденция по падению общего долга. Вы понимаете, западный мир, он живет в кредит. Весь мир, вся система. То есть, россияне, которые приезжают, эмигрируют в Канаду, и начинают откладывать деньги на покупку машины или еще чего-то, это не канадский менталитет. Канадский менталитет, все покупается в кредит. Это абсолютно нормально, и здесь общество, вы можете добиться чего-то в этом обществе, только если используете кредит. Если вы все пытаетесь отложить деньги там под подушку, в банку, в банку, в банку или еще куда-то, вы вернетесь обратно в Россию. То есть, это не выживете просто в этом обществе. В этом весь смысл. Я вот, например, говорю, скажем, после начала работы на минимальный оклад, это где-то 8 долларов в час, нам, мне не хватало этих денег на семью снимать квартиру. с этого момента прошел год и мы уже купили дом. Вы понимаете, мы уже купили дом и стали нормальными жителям Канады. То есть, в Канаде главное это работа. Любой мигрант в первую очередь думает на тему, как найти работу, потому что работы, что значит купили дом? Мы не заработали деньги на дом. Там надо заплатить 5 процентов по канадским законам, тогда, сейчас не знаю, от стоимости дома. Первый дом стоил по тем временам, я сейчас не помню, может быть, это какие-то копейки были, 100 тысяч долларов. То есть, мне надо было 5 тысяч долларов, причем эти деньги как бы я мог заплатить. Я не помню даже откуда мы взяли эти деньги. Может быть, я даже это вжил у друзей, я не помню. Мне надо было показать, что есть 5 процентов, и этого было достаточно, чтобы остальной потечный кредит дал банк. Очень все легко делается в Канаде. Канада заточена на то, чтобы помочь людям реализовать свои планы. Это общество, другое общество. Если мы говорим о России, мне было очень хорошо в России, у меня нет никаких вопросов, мы уехали именно с женой для того, после нашего брака, для того, чтобы начать жизнь, новую жизнь, чтобы нас не тянуло старое. Я был трудоголиком в Москве, например, когда я работал в шахматной компании, то есть с раннего утра до позднего вечера я был на работе, меня ничего больше не интересовало. Вот. Но в России абсолютное большинство людей борется с надуманными проблемами. Есть люди, задачи которых создавать другим проблемы, а другие их преодолевают, и они теряют жизнь впустую, в холостую, то есть вот эта жизнь совершенно тяжелая и никому не нужная. В Канаде все идет как по массу. Вы, если вы законопослушный гражданин, и у вас есть какие-то мысли, позитивные, созидательные, вы хотите организовать свой бизнес или найти работу, у вас все будет. Здесь проблем нет. Если позволите, тогда, пока мы еще с магазином совсем не закончили, ну вот вопрос, который лично у меня есть, я неоднократно бывал здесь в Европе в различных, ну тогда они были до войны, до открытой фазы по крайней мере войны, русскими магазинами, потом в какой-то момент они вот стали славянскими магазинами и так далее. Ну, в общем, приезжая туда, конечно, в первую очередь это вот мишки косолапые в лесу, конфеты, птичье молоко. Вот у меня вопрос от меня и от моих детей. как вообще вы с женой как можно быть владельцем магазина и иметь залежи конфет и не злоупотреблять этим и потому что все-таки в магазин мы приходим что-то вкусненькое, мы берем немножечко, чтобы попробовать, а здесь у тебя просто коробки этих самых конфет. как с конфетами дела обстоят? С конфетами дела обстоят плохо. Как бы здесь к сожалению в магазине я являюсь ОТК. То есть когда приходит товар, я должен его проверить на качество. Когда мы продавали еще российские конфеты, мы от них отказались, естественно, после начала войны. Но сейчас идет Украина в основном и Польша. Когда приходят конфеты, они могут сто процентов хорошие. Но как бы понимаете у конфет, конфета если идет например издалека из Европы зимой переходит из холода в тепло и обратно, она может немножко побелеть. И для бывших советских граждан это символ того, что конфета старая. А на самом деле она просто не может не побелеть, если она идет зимой в контейнере, потом везут транспорт из Торонто до Квбека, здесь разгрузка, загрузка это нормально. Соответственно я каждую конфету проверяю на внешний вид и на ну и на все остальное. Когда приходит поставка конфет для меня черные дни, я не завтракую, накануне тоже не ужинаю и соответственно у меня я знаю, что у меня есть день вот конфетный помните у нас был рыбный день у меня конфетный день. и когда клиенты приходят у нас такие добрые отношения со всеми клиентами мы все знаем как дела а знаете не знаю как у вас во Франции в Квбеке сова сова говорят сова это значит ну все хорошо сова бьян там и так далее и я честно всем говорю плохо что случилось конфеты пришли я только что 18 штук съел и мне плохо и мне действительно плохо и вот и хорошо в то же время посуду мыть не надо там меня никто не трогает и знает что я вот так сказать на грани вот но это что касается дегустации конфет это обязательная процедура вот что касается птичьего молока и прочих вещей может я не помню может быть в начале магазина был интерес к еде вот знаете все пробовать сейчас то есть любой профессионал смотрит на товар за который получает деньги другим взглядом это как вот врач смотрит не на человека для него пациент перед ним когда он ставит диагноз пациент он не воспринимает там женщину как женщину и так далее он видит пациента так и я в продуктах питания в птичьем молоке вижу товар и соответственно он меня не искушает у меня нет желания открыть коробку и что-то там попробовать но как бы я слетаю с тормозов в момент поставки конфет это есть вот да очень интересный опыт тогда едем дальше едем дальше значит по магазину как бы я рассказал вот наверное Владимир если позволите какие бы вот два-три совета которые лежат на поверхности сейчас уже с учетом вашего десятилетиями много десятилетнего опыта создания бизнеса выживания в бизнесе развития бизнеса какие бы два-три-четыре совета вы могли бы дать тем кто начинает потому что сейчас очень многие люди уехали миллионы людей уехали из России из-за всем известных событий миллионы людей уехали из Украины из Беларуси тоже большое количество людей уехало вот это вот новая волна последних лет эмиграции и сейчас так или иначе многие сейчас ищут себя пытаются найти вот возможно с учетом не знаю там опыта ваших грабель чтобы люди не наступали на какие-то очевидные ошибки или возможно какие-то другие мотивационные советы тем людям которые начинают стартуют в бизнесах в разных странах мира ну я буду говорить по Канаде скорее всего там к сожалению проблемы есть очень серьезные то есть первое это то что люди не хотят понимать что они приехали в другое государство они думают что с наскоку они смогут притворить все свои планы в жизнь и не изучая местную специфику не понимая менталитет канадцев квебекцев и так далее они смогут здесь создать рынок для какой-то продукции или предложить хорошего качества услуги это нечестно нечестно по отношению к Канаде по отношению к местному населению я перед тем как открыть бизнес очень много преподавал я очень много общался с местной публикой с местными ребятами они мне помогали и я помогал им то есть в чужой монастырь уже говорил со своим уставом не ходят иммигранты должны сначала понять чем живет чем дышит это общество вот это первое это не надо торопиться со всеми этими вещами лучше попробовать поработать на чужого дядю я знаю уже много вариантов когда вот украинцы приехали сразу кафе открывали и так далее ну как бы это очень тяжело их кидают местные совершенно откровенно потому что ну они видят что люди ничего не знают ничего не понимают и лезут как бы сразу туда куда не надо лезть это сложный крест на самом деле то есть я советую первое самое главное понять куда вы приехали понять чем живет эта страна люди и второе переделать себя не надо себя терять но не надо смотреть не обязательно искать работу в той области в которой мы прожили всю жизнь это новый мир здесь все по-другому я говорю я бы никогда в жизни в России не пошел бы в продовольственный бизнес потому что я не могу себе представить какое-нибудь крышевание или там общение с людьми которые там выбивают деньги то есть я не могу себе представить эту вещь это совершенно для меня вещь неприемлемая вот поэтому как бы ну вот такая ситуация к сожалению большинство людей которые вот мужики например они приезжают сюда они начинают первое о я налажу производство пельменей у меня будут самые вкусные пельмени в Канаде ну не знает что такое Канада пельмени здесь там миллионы мигрантов и из них там 90% начинают с организации лепить пельмени ну хорошо попробовать можно никто на этом зацикливаться не будет там они шишки набьют и пойдут дальше но главное не это главное это понять все-таки найти свое место найти найти нишу в которую можно будет в которой можно будет что-то строить свое создавать здесь совершенно потрясающие возможности открываются между людьми и как бы вот у меня магазин это был это была случайность то есть я хотел начать шахмат потому что у меня как бы потенциальные были большие клиенты но меня знали и в общем-то это одно потянуло другое первое пропало вот но бизнес кстати сказать с 14-го года вот после аннексии Крыма у меня полностью пропал интерес к бизнесу то есть до 14-го года все время я этим жил говорят что бизнесмен это свободный человек это иллюзия человек этот свободный человек принадлежит бизнесу бизнес им крутит как хочет это означает что ночью сняться проблемы магазина там ищутся решения и так далее и того подобное но когда соответственно и бизнес надо развивать то есть я не знаю как в России сейчас ну наверное те же самые законы они масштабируются но в Канаде совершенно четко если вы не развиваете бизнес начинается стагнация и вы умираете вы деградируете и так далее то есть бизнес требует и вложений и времени дополнительное 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 поэтому до 2014 года я все время вынашел какие-то планы мне хотелось создать онлайн магазин сделать доставку были мысли там может быть как-то сеть магазинов создать может быть еще чем-то то есть может переехать какой-нибудь большой магазин возможности не было но как в Кавказской пленнице выпьем за то чтобы наши возможности совпадали желания совпадали с возможностями но все время как бы я думал на эту тему. Но после 2014 года, конечно, все. Интерес полностью к бизнесу пропал. Он представляет из себя исключительно... Мы живем на эти деньги, на доходы с бизнеса, и, собственно говоря, он дает некоторую свободу. У нас нет начальства, и, в общем-то, ну, например, сегодня я как бы не пошел на работу, я стал готовиться к эфирам с вами, то есть не спрашиваю ни у кого разрешения. Так что это что касается советов, советов. Очень много людей не понимают, что такое жить по законам. Очень много людей, то есть у меня был разговор с одним человеком лет 7-8 назад, наверное, он говорит, я хочу организовать бизнес, импортировать из Украины одни продукты, отправлять туда, и ты можешь посмотреть, как бизнесмен на модели. Я говорю, я смотрю на модели, я не вижу, где здесь налоги. Он говорит, а зачем налоги платить? Я всю жизнь прожил и не платил налоги, и туда, и сюда. Я говорю, ты понимаешь, ты здесь не выживешь, в этой стране, если не будешь законопослушным гражданинам. Потому что весь карт-бланш у тебя на руках, если ты играешь по правилам. В тот момент, когда ты правила нарушаешь, и тобой начинает заниматься государство, ты все, ты посвятишь свою жизнь выяснению отношений, а с государственностью отношений нет никакого смысла. Мы теряем время. Один адвокат мне в свое время сказал, в Квебеке очень плохая система продажи алкоголя. То есть я не могу продавать в Квебеке, например, украинское пиво, ввезенное легально в Канаду, в провинции Антарио. То есть у провинции Квебека своя лицензия на продажу алкоголя. То есть антарийское пиво, ввезенное в Антарио, нелегально в провинции Квебек. И я, значит, как-то у знакомого адвоката спрашиваю, слушай, а я вот здесь набросал схему, как решить эту проблему. Ты можешь мне сказать, в чем моя ошибка? Он говорит, я не могу тебе сказать все честно, ты можешь, условно говоря, продавать украинское пиво у себя в магазине. Но, имей в виду, в Квебеке есть закон. Если вы пытаетесь обойти существующий закон и обходите его, это нарушение закона. Все. Ты идешь прямым курсом, не сворачивай с него. Стал законопослушным, ни под каким соусом не сворачивай с него. Иди прямо, и все у тебя получится. Может быть, это одно из условий, почему мы до сих пор выживаем. Это очень важно. Для Канады. Поэтому люди, которые приезжают с нашим совковым менталитетом сюда, и в их модели бизнеса не звучит понятие налогов, налоги, чем больше налоги, тем сильнее государство, тем мы сильнее. Если этого менталитета нет, начинать надо с себя, с перестройства этого менталитета. Государство должно быть сильным. Это наш дом. Мы не можем жить, это не гостиница, это наш дом. Наш дом – это город КВБ, провинция КВБ, государство Канада. Мы не должны с ним бороться, мы должны делать так, чтобы нам и другим было уютно. Я думаю, что это очень хорошие советы. Бизнес – это свобода, но это законно послушная свобода. И это, конечно же, уплата налогов, потому что вы живете в этом государстве, и оно защищает вас. Оно помогает вам, оно создает всю инфраструктуру для вашего бизнеса. И оно здесь, соответственно, в этом плане помощник и доверенное лицо. И то лицо, которое доверяет. И если вы, наоборот, выходите с этой светлой дороги куда-то в темную, не удивляйтесь, что вами начинает заниматься огромная государственная машина, и вы, по сути дела, съехав на обочину, превращаетесь, не знаю, там, из золотого теленка в Остапа Бендера, который видит, как мимо него проносится блестящая, красивая жизнь с честными людьми, а ты вынужден вот там где-то на задворках с Паниковскими и Балагановыми где-то отсиживаться, глядя на эти кортежи. Это, на самом деле, очень важное напутствие всем тем, кто стартует с бизнесами. Если оглядываться назад, чтобы вот здесь там работа по найму в IT и бизнес, оглядываясь назад, ну, будь у вас машина времени, и вы могли бы вот отправиться к вам, который только-только приехал в Канаду. Вот у вас развилки. Одна – это шахматы, в том числе с тем самым вот элитным бизнес-клубом, где сама вот эта вот идея элитарности и вот этой публики, она вас отталкивала, потому что вы хотели все-таки, чтобы это было для всех, и давать возможности всем стартовать, а не быть какой-то вот обслугой элиты, которой интересно встречаться, делая вид, там, галочку ставя, что они играют в шахматы. Да, то есть одно направление, где вы принципиально сошли с него, пошли другой дорогой. Другая история – это различные IT-компании, в том числе какие-то, не знаю, большие компании с корпоративной культурой вот этих вот людей, как вы говорите, там, на высоких каблуках, которые, там, каждый день имитируют бурную деятельность, при том, что их можно было в бюрократию сократить в три раза и так далее. Вот какой-то большие компании за стеклом, с бетоном, с паркетом и так далее. И вот этот частный бизнес, работа на самого себя и в том числе свобода, да, в любой момент нажать на паузу и, например, там, пообщаться с Владимиром Осечкиным для YouTube-канала «Гулагу.нет». Чтобы вы, отправившись назад, то есть, во-первых, использовали бы вы возможность отправиться назад, чтобы дать какие-то советы, вот налево пойдешь, да, вперед пойдешь, направо пойдешь, оглядываясь назад, спорт и направление, там, спортивное, и, да, второе – это IT-компания, работа по найму, собственный бизнес. Поменяли бы вы, будь машина времени на 20-30 лет назад, вектор, не знаю, выбор другой страны, выбор другой компании, другого направления, или внутри, в сердце у вас есть ощущение, что вы в своей стране, вы в правильном месте, вы правильно определились с локацией, с городом, с учетом того, что на протяжении десятилетий вы его не меняли, и тот самый частный бизнес, где вы ответственны за то, что будет завтра и послезавтра. Вы и ваша, конечно, жена, которая рядом с вами. Ну, для меня этот вопрос довольно-таки сложный. Почему? Потому что я как бы, ну, то есть я верующий человек, я принимаю жизнь такой, какая она есть, это мой путь, это мой крест, то есть я должен попытаться пойти здесь, я должен зайти в тупик, вернуться до какой-то степени, пойти попроводить в другом направлении, и человек должен быть в поиске. Но по большому счету не важно, чем мы занимаемся в этой жизни, важно наше отношение к работе. Если мне работа нравится, и как бы она, и я могу, например, делиться какими-то своими знаниями с другими людьми, то есть делать какие-то добрые, совершать поступки, или там помогать другим, это божье дело, это всегда хорошо. Если, например, я зарабатываю деньги, и мне плохо, душа там болит, и я чувствую, что это градирует, и продолжаю работать, чтобы, например, содержать семью и так далее, это процесс разрушения души. То есть в какой бы ситуации вы ни оказались, у нас всегда есть выбор в любом месте. Я, например, мог себя потерять и в информатике, и в бизнесе, и в шахматах я тоже мог себя прекрасно потерять, если бы, например, я не знаю, преподавал бы, брал бы дорого с людей, у меня было бы много учеников, меня бы могло это засосать и так далее, и того подобное. Не знаю, но как бы всегда есть какие-то тормоза, которые мне подсказывают, что спокойно, это не твой путь, или наоборот, как бы, или, например, люди встречаются в нашей жизни, вот, например, которые нам подсказывают, но не так конкретно подсказывают, а вот нас блокируют на каком-то направлении. Окей, значит, это не то направление, вот простой пример, наш отъезд в Канаду, то есть до отъезда в Канаду я работал в этой шахматной компании, ну, вообще, я там чуть ли не жил в офисе, то есть до такой степени работа была интересной, я был трудоголиком, я повторяю, и когда я встретил свою первую жену, то есть, собственно говоря, она была не согласна, чтобы я ее взял и впихнул в свою жизнь, то есть вот все то же самое, что было до нее, и все то же самое, что после, та же работа, те же друзья, те же интересы, и еще жена рядом. Это значит взять другого человека и впихнуть в свою жизнь. Так не бывает. Как бы мы живем до брака, до создания семьи, и в семье мы должны измениться, потому что до семьи мы эгоисты, мы жуткие эгоисты, ведь мы живем для себя, весь мир вращается вокруг нас, у нас наполеоновские планы, мы всех судим, родители нас каждую пылинку снимают, мы варимся в собственном соку. И вот мы встречаем точно такого же человека и создаем семью. А, собственно говоря, если тот же человек, у него тоже трудоголик, тоже свои, мы будем просто формально жить вместе, получается, и каждый жить своей жизнью. Нет, так не бывает. Надо от чего-то отказываться. То есть я, например, в свой первый брак, и вот наш отъезд в Канаду рассматриваю исключительно то, что пришло мое время завязать с первой кампании в информатике, бросить ее и уйти, соответственно, начать жизнь, думать о других вещах. Я слишком привязался сердцем к работе вот в Москве. Это плохо. Любая привязанность, сильная привязанность, она может привести к плохим. Человек может потерять себя. То есть независимость, когда мы говорим, вы говорите о независимости, свободный человек, это не тот, который себя позиционирует как свободный или в свободной стране, это человек, у которого мало зависимости. Сердце его не принадлежит каким-то вещам, которые могут его удерживать. Например, я знаю огромное количество шахматистов, которые безумно любят шахматы. Свободные они люди? Да нет, конечно. Они принадлежат шахматному миру. Они не смогут выжить. Свобода от шахматы, если они смогут разорвать. Вот я целенаправленно бросил шахматы. Для меня шахматы, это было все. Я когда играл в шахматных турнирах или там на интернете, или еще где-то, все, я отключался от всего мира. Знаете, полностью человек растворяется в шахматном мире. Вы можете хоть там и из пушки стрелять рядом, плохой пример, но как бы в любом ситуации я отключаюсь. Когда я играю в шахматы, особенно в турнире, мне все равно звуки или еще что-то. Бесполезно. Я ухожу в шахматы, растворяюсь и все. И когда я понял, что я выпадаю из мира, из этого мира, благодаря шахматам, я увидел в этом зависимость. То есть, когда вы будете смеяться, клиенты, когда приходят ко мне в магазин, там местные клубы акции, покупают, например, все время один и тот же тортик. Я говорю, слушайте, попробуйте другой тортик. Говорят, ну почему, если нам нравится это? Я говорю, ну вы же стали зависимым человеком. Вы не можете без этого тортика жить. И они не могут понять, потому что продавец должен продавать товар. А я их отговариваю покупать, потому что я не хочу, чтобы они зависли от какого-то товара. И вот это на полном серьезе, потому что нельзя быть таким. Извините, да. На самом деле это очень интересно. Наверное, теперь... Да, вот еще следующий вопрос у меня. Как вы так получилось в конце 90-х? Да, ну не в конце, а почти там чуть больше, чуть позднее, чем в середине 90-х? Вы решили уехать? Потому что, насколько я помню... Я почему такой вопрос задаю? Например, когда я в 2015 году покинул Россию, многие мои знакомые еще в 15-м, 16-м, 17-м, кто-то высокомерно мне что-то писали. Ну, то есть вот я в тот момент понял, что я не хочу встраиваться в ту систему, чтобы у меня были какие-то там кураторы и так далее. Я человек свободолюбивый, независимый. Это было сложное решение, конечно, да. И первый год был у нас тяжелый во Франции, как, наверное, у многих иммигрантов. Но в тот момент я ощущал, что жизнь меня откинула вот куда-то назад, потому что многие остались, многие адаптировались к этой новой реальности. и все эти там дорогие курорты, поездки, фотографии там из московских ресторанов, огни ночного города большого. И в какой-то момент, особенно когда некоторые там хотели, не знаю, может быть, как-то задеть меня, причинить какую-то боль, а может быть, просто считали, что ну окей, вот они задавали такую позицию. И я понимал, что я все равно поступил правильно. Вот у меня на сердце, у меня было четкое ощущение, что я в этот момент, желая сохранить свободу, целостность семьи, свободу внутреннюю, независимость, гулагу нет, я поступаю правильно, при том, что очень многие мне тогда, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, даже 20-й год, писали, что ну старик, ну зря ты так. Ну надо было как-то вот где-то помягче. Это же на время. Потом наступил 22-й, 23-й год, многие из этих людей только-только уехали в эмиграцию, и у них сейчас сложнейшие этапы в жизни, и, наверное, даже во многом сложнее, чем у меня тогда. А я уже, ну так, не знаю, там двумя ногами на земле, или там четырьмя лапами, ну в плане уверенности, но мы здесь уже совсем по-другому, конечно же, да, дети растут, дети французы, знания языка, вопросов нет, мы состоявшиеся, документы, в общем, все то, через что сейчас только-только проходит, вот, то есть они сидели до последнего, когда мне уже было понятно все в 15-м году, но, положа руку на сердце, я вспоминаю себя в начале нулевых, когда у меня мы только создавали сеть автосалонов в Москве, в московском регионе, в тот момент у нас бизнес рос, как на дрожжах, и я общаюсь с нашими бывшими соотечественниками, которые уехали в тот момент в США, и они работали, кто-то в системе автомобильных аукционов, в Манхейм, кто-то в Одессе, Одесса, через А, и я им рассказывал, что слушайте, вот вы там машины мне просто покупаете, на аукционах отправляете, а у нас здесь первый автомобильный, автосалон открыли на МКАДе, другой на третьем транспортном кольце, вот второй автомобильный торговый центр на МКАДе, мы строим рядом с Рублевкой, ну, то есть у нас все как перло, прям как на дрожжах, и в какой-то определенный момент, когда прибыли были огромными, некоторые люди в США даже начали приезжать ко мне в гости, с тем, чтобы задуматься о возврате в Россию, ну, потому что, ну, это просто, это, не знаю, там, Клондайк, Новая Америка, золотая лихорадка, а вы каким-то образом прочувствовали еще в 90-х, что все это пойдет вовсе не туда, когда все еще мы, в конце 90-х и в начале нулевых, мы реально думали, что, ну, черт возьми, но это будет Новая Америка, это супервозможности, мы еще, и я помню, 2005-2006 год, я созваниваюсь с партнерами в Америке, они мне говорят, старик, продавай вот сейчас на гребне волны успешный бизнес, и с этими несколькими миллионами долларов давай к нам сюда, здесь будет стабильно, там, дом в Калифорнии, там, или, там, пентхаус в Нью-Йорке, и с твоей хвати ты еще ого-го успеешь здесь, а я им говорю, да, ребята, нам еще, я им объяснял по телефону, что Москва, московский регион, мы уже ближе к Европе и к Америке, нежели вся остальная Россия, сейчас-то мы Россию за собой подтянем, сейчас мы откроем первый московский автомобильный аукцион, сейчас будет международная автомобильная выставка, и мы там покажем и перенесем все эти технологии в Россию, и все, а потом, конечно, у меня вот 2007-2011 год, я помню, я засыпаю в тюремной камере, я смотрю в потолок, у меня все это забрали, ко мне приезжают какие-то майоры, подполковники ФСБ, которые говорят, ну, знаешь, как бы ты вот указываешь свой адрес, обратный для жалоб на адрес почтовой твоего ящика, но квартира-то уже как бы дочке нашего генерала принадлежит, ты давай перестань это указывать, а то она расстраивается, она в почтовом ящике находит какие-то судебные там прокурорские ответы, ее это беспокоит, давай-ка ты нам подпишешь сейчас бумажку, что ты сам добровольно выписываешься из твоей бывшей квартиры, вот, и у тебя здесь все будет хорошо, и вот так ФСБшники смотрят на начальника СИЗО, а тот мотает головой, что да, будет хорошо, а вот не подпишешь сейчас эту бумажку, и будет плохо, и начальник следственного изолятора мотает, что да, будет плохо, и вот я вспоминаю все эти разговоры, а потом опять я выхожу, разговоры про инвест-климат, либерализацию уголовного законодательства, там Яна Яковлевна, Владимира Сечкина, еще несколько известных предпринимателей, которые побывали в застенках, и нас опять вбрасывает в эти рабочие группы при Госдуме, система по созданию, там, рабочая группа по созданию открытого правительства, меня в Белый дом зовет Михаил Анатольевич Абызов в кабинет, и я сижу вот в этом кабинете с огромной надписью, там, министр, длинный стол, за мной там, где-то внизу, под окнами, там, Москва-река, с этими современными корабликами, и нам опять кажется, что вот сейчас опять момент изменения, трансформации, и мы опять приближаемся куда-то там в Соединенные Штаты России и так далее, а потом опять 9 сентября 2015 года маски-шоу, у меня какие-то в квартире спецназы, какие-то следователи, ФСБшники, оперативники в СИНО, у меня забирают все вот переписки мои с Европейским судом по правам человека, все законопроекты, которыми мы хотели либерализовать и изменить Россию, и мне опять объясняют, значит, где я живу и где мои вещи, и я уже понимаю в тот момент, что все, мне уже больше как бы не нужно никаких приключений, я все уже понял, дайте возможность, я уеду, и на этом все так, а вы уехали в 97-м году, когда в тот момент какие-то были общественные настроения, вот как вы прочувствовали еще тогда, что ничего хорошего там не будет, что все обратно вернется на круги своя, потому что мне, например, было необходимо время до 2015 года, а очень многим людям, нашим соотечественникам, в том числе там в Москве, понадобилось дожить до 22-го, до 23-го года, чтобы с ужасом уносить ноги кто куда и так далее, как вы в 90-е все это поняли? Да я не думаю, что я понял, просто как бы, ну, я был в вакууме, на самом деле, в каком-то пузыре, то есть я не следил ни за политикой, я в большом бизнесе не был в России, то есть я был абсолютно маленьким человеком, мы, в общем-то, как бы, нас никто даже в России не трогал, и мы занимались довольно-таки богородным делом, ну, шахматы, в общем-то, хотя шахматы в России это часть идеологии, это на самом деле, это, это, мне есть, что рассказать, интересного, но, может быть, не сегодня, не знаю, но по большому счету первый, первый, наверное, последний сигнал был, вот, который я прочувствовал на себе, это когда, я не помню, какой это год, но программное обеспечение, которое мы делали, вот основной базой данных шахматной, мы ее продавали в шахматные клубы и продавали за рубежом очень много, и профессиональным шахматистам, она стоила долго, как система, я не помню, там в долларах сколько, может быть, 100 долларов, может быть, я не помню, это дорогая вещь, в нее были вложены колоссальные деньги, но дело не в этом, дело в том, что в какой-то, я отвечал за продажи, я встречался с гроссмейстерами, я ездил в регионы, там, устанавливал систему в шахматные клубы, она появилась на горбушке, со снятой защитой, стоила там, я не знаю, сколько-то рублей, ну, то есть, в тысячу, в две тысячи раз дешевле, и, собственно говоря, мы по своим каналам попытались связаться, там, с руководством этих, надавить, как бы там, чтобы сняли с продажи, ну, то есть, фактически, нашу систему снились на защиту, и продавались какие-то копейки, но нам сразу сказали, что это безнадежное абсолютно дело, вот Россия на сегодняшний день такая, никакой защиты копирайтов, там, на права, на программный продукт, забудьте про все это, вы эту проблему не решите, мы начали дергаться, там, как-то усилили защиту, что-то еще, ничего не получилось, в общем, это была реальность, и мне, и наша, как бы, система начала рушиться, весь наш бизнес, ну, наш основной бизнес был за рубежом, мы, как бы, были вторая компания в этой области в мире, известная, то есть, на самом деле, это был очень серьезный проект, но, честно скажу, было противно, было противно то, что я видел это полное беззаконие, и ничего с этим сделать не мог, у меня, я хорошо помню, что в этот момент, я, вот, что-то таким холодным, по сердцу у меня прошло, то есть, я Россию стал воспринимать уже по-другому, в этот момент, потому что я понял, я впервые столкнулся с тем, что, те, у кого есть власть, не будут ей пользоваться, для того, чтобы защитить закон, а если закон не защищает власть, то страна будет скатываться в хаос, но это не являлось причиной нашего отъезда, хотя, это, сложная мысль, понимаете, это все же накладывается, все же это складывается в одно целое, это задним числом, можно понять, на самом деле, что произошло, понимаете, вот как здесь в информатике, то есть, когда мне вот этот начальник сказал, ну, давай еще полгода поработай, и я сказал, что да, и может быть, именно в этот момент, когда я перешагнул через себя, в этот момент, с этого момента, может, начинается моя история, создание шахматного клуба, магазина и прочих вещей, я не знаю, мы не знаем, но, но у вас немножко другая история, как бы, я никогда не был в большом бизнесе, у меня были друзья в Москве, которые в этом вращались, они это рассказывали, и звали меня туда, меня туда не тянуло совсем, мне не нужны были большие деньги, если они связаны с криминалом, или еще с чем-то, как бы, это не задача деньги делать, это совсем не задача, и, если бы даже были деньги, что я с ними могу сделать, то есть, у меня не лежит душа, там, путешествовать, или, там, я не знаю, иметь дорогую машину, я в России, прекрасно себя чувствовал, в общественном транспорте, мне было интересно, мне все было, я учил английский язык в метро, это так прекрасно, здесь есть, в трафике стою, это, и ругаюсь в машине, а там едешь в метро, и читаешь книжки интересные, ну, как-то, понимаете, в каждой стороне есть обратная, ну, есть всегда обратная сторона медаль, но, нет, я не, я не, я не, интуитивно я не чувствовал, я знаю, что, как бы, скажем так, мне удалось, уехать до начала перемен, я рад, что я уехал до прихода Путина к власти, то есть, это 97-й год, это еще Ельцин был, по-моему, у власти, вот, мне, с одной стороны, нравились перемены, происходящие в России, но меня это не захватило, я был весь, трудоколик, я был в этом, в информатике, в своем, вот, в этом деле, и это, внимание, это не был моим бизнесом, я был наемный человек, но, в общем, мне на жизнь хватало. Мы плавно приближаемся к двухчасовой отметке нашего большого разговора, уже 1 час 55 минут мы разговариваем, чтобы мне хотелось, я прекрасно, то есть, у меня запланировано большое количество различных вопросов, и я хотел попросить вас, как шахматиста, как эксперта по шахматам, провести определенную аналогию, возможно, сравнения ситуаций, в которых сегодня оказались Россия, Украина, США, Европа, возможно, Канада, но я понимаю, что вот эти два часа, они уже приближаются к концу, к завершению, и я предлагаю тогда не откладывать в долгий ящик на 25-й год, я предлагаю нам в самое ближайшее время, когда у вас будет возможность в ближайшие дни записать продолжение нашего с вами разговора на эту тему и поговорить уже о реальности, о событиях, которые вот для вас в разговоре вы упоминаете до 2014 года и после 2014 года, то есть та отметка, которая у многих на феврале 22-го года, она у вас еще началась в 2014 году, и, наверное, если позволите, я тогда приглашу вас, чтобы у нас появилось разговор, интервью, часть 2, в самые ближайшие дни, когда у вас будет время, мы там спишемся, выберем, и мы для канала ГУЛАГУНЕТ, тогда эту вторую часть проговорим и запишем, именно вот начиная с отметки, что изменилось для вас в 2014 году, и, соответственно, перейдем тогда к событиям сегодняшним, которые происходят в мире, и мне бы хотелось, конечно, услышать от вас вашу точку зрения, и, возможно, если вы посчитаете нужным, провести аналогию с какими-то шахматными ситуациями, с ситуациями на доске, как вы это видите, там, про патовые ситуации, про цуцванг, возможно, какие-то другие термины, которые вы здесь нам назовете, и проведете аналогию, покажете, потому что, на самом деле, мне именно об этом тоже очень хочется с вами поговорить, и чтобы наши уважаемые зрители и подписчики, которые нас смотрят и досматривают сейчас нашу, первую часть нашего разговора, чтобы они это все увидели и услышали. И, наверное, в конце короткий вопрос, задумались ли вы о том, что у вас, на самом деле, очень интересная и судьба, и жизненный опыт, и опыт того, что вы делаете, задумались ли вы о том, чтобы прийти в YouTube и открыть свой влог, потому что, одно дело, все-таки, это побывать на канале Гулагу Нет или у кого-то еще в качестве эксперта, гостя, и другое дело, возможно, рассказывать о своей жизни и, возможно, делиться своим мнением, потому что, еще раз подчеркну, ваше мнение мне важно, важно или важно для меня, и я думаю, что оно будет очень интересно очень многим людям. Вот такой короткий вопрос. Не думали ли вы, как владелец бизнеса и шахматист может прийти в YouTube и открыть свой влог? Спасибо за приглашение на вторую часть. Ну, конечно, я двумя руками за, и мне очень интересно с вами общаться, и я очень надеюсь, что ваши подписчики не будут не разочарованы в этом нашем сегодняшнем интервью, и с удовольствием, вообще без вопросов, и как бы главная тема война в Украине и современная Россия, это основа, то есть с этого, в принципе, мы не могли сегодня начать, по той простой причине, что я человек абсолютно новый на вашем канале вообще в YouTube-пространстве, и нельзя начинать со сложных вопросов, не рассказав о себе ничего, то есть я бы сразу сходу превратился бы в каком-нибудь дивановый эксперта, мне это не надо. Соответственно, это было бы очень логичным, сделать вторую часть и посвятить ее именно самым болевым вопросам, точкам, я не знаю, с удовольствием. Теперь, что касается блогерства и прочих вещей, я не думал на эту тему, я не верю в это совершенно с моей точки зрения, потому что, как я уже сегодня сказал, с 2014 года война меня захватила, то есть меня интересует исключительно, как остановить вот это распространение зла, потому что, к сожалению, на данный момент режим Путина, он представляет абсолютное зло и его щупальцы продолжают свою разрушительную деятельность. Я не вижу силы, которой можно ее противопоставить. Но, как нормальные, как все вы, как все нормальные люди, постоянно думаю на эту тему и ищу, ищу надежду, ищу какие-то идеи, которые позволят остановить эту войну, не просто подписав мирное соглашение, а как бы начать демонтаж российского режима, который разрушает все вокруг себя и в том числе саму Россию. Поэтому я не знаю, у меня нет ответа на ваш вопрос, но сейчас мое как бы сердце принадлежит войне. То есть если я стану блогером, то я должен говорить о войне. Я не смогу по большому счету рассказывать о жизни иммигрантов. Это для меня сейчас не главное. Это может быть легко, когда война закончится. Это может быть интересный проект двумя руками за. Но сначала надо закончить войну и все силы должны быть направлены туда. Не могу с вами не согласиться и от себя немножко. У меня вот здесь шлем Мандалорца мне дети подарили, но они проводили аналогию с тем, что там по легенде, по сценарию фильма шлем и доспехи Мандалорца они сделаны из волшебного металла Бискар, который имеет волшебные свойства, защищает и его невозможно взять каким-либо другим оружием, в том числе лазерами. И здесь я хотел бы провести аналогию. Так получилось, что люди, которые уехали за пределы России, которые связаны с Россией так или иначе, их корни там, но разъехались по миру, нам российская пропаганда и в целом достаточно мощная работа спецслужб и тех, кто стоит и связывает пропаганду и спецслужбы, она за десятилетия научила к людям в эмиграции относиться как отрезанный ломоть, как что-то чужеродное, кому-то присваивают лейбл сейчас иностранного агента, про кого-то из России пишут предатель или что-то такое, а кого-то просто уехал и не возвращайся. Но я хочу, проводя аналогию со Звездными войнами, если кто-то смотрел, здорово, если кто-то не посмотрел, я точно рекомендую посмотреть не просто трилогию, да, сейчас уже там очень много серий, но тем не менее они все достойны просмотра изучения, потому что на самом деле это как раз такая современная, ну вот у меня здесь Библия стоит, да, но вот это вот современная какая-то, если не религия, то какая-то модель, когда она учитывает все религии мира и рассказывает про объединение разных сил добра в борьбе со злом. Вот такая вот и вся эта история противостояния добра и зла, перехода одних людей из там добрых людей в злодеи, а других наоборот из злодеев в конце там переход на сторону добра, при том, что там человек может быть там герой, персонаж может быть очень злым и вызывать на протяжении целого ряда серий явную антипатию и даже там там желание, чтобы этого человека этого персонажа быстрее убили и он исчез, а в конце он переходит на сторону добра и делает что-то очень важное. И там в этой последней битве, в решающей битве со злым императором и с силами зла объединяет усилия огромное количество разных, я не скажу только людей, и существ с большими ушами, с формами носа, но они все прилетают на своих там звездолетах и кораблях, чтобы в этом последнем сражении остановить зло, которое может поглотить полностью всю Вселенную и взять ее под контроль и превратить там в антимир, в антиутопию и так далее. Я искренне считаю, что у людей в эмиграции, которые уехали из России и из постсоветского пространства есть огромные возможности и огромные силы. Нас всех очень много, нас миллионы. Нас никто никогда не пытался объединить, с нами никто никогда не пытался разговаривать, и уж тем более разговаривать уважительно и давать нам возможности объединяться. И вот мне так наивно показалось, возможно, я ошибаюсь, возможно, история меня и гулагу нет, сметет, и нас забудут там и через 5-10-20 лет никто и не вспомнит. Но мне в какой-то момент показалось, что возможно нам всем объединиться кто-то в Канаде, кто-то и в Квебеке, кто-то в Биорице во Франции, кто-то в Австралии, кто-то во Флориде или в штате Нью-Йорк. Мы все, у нас всех жизнь вот так вот разбросала или мы сами себя разбросали и увезли оттуда, но тем не менее мы смотрим сегодня на Россию, которая сегодня захвачена очевидно злыми силами, силами зла. И это зло сегодня пытается уничтожить Украину за то, что Украина выбрала прозападный, проевропейский путь развития. И очевидно, что если нам сегодня не объединяться в борьбе с этим злом, зла станет еще больше, а добра станет еще меньше. И это тот самый момент, то есть, когда и вы могли бы уже за эти десятилетия эмиграции спокойно забыть обо всем и спокойно жить и не думать об этом. Но несмотря на то, что вы уехали в 97-м году, в ноябре 2024-го года, вы хотите об этом говорить. И вы думаете как шахматист о том, что нужно сделать, какие игровые комбинации можно применить, чтобы чем-то помочь Украине. И возможно помочь в реформировании, в восстановлении этого зла, в освобождении России от этого зла. И я тоже вот здесь живу на отшибе, на краю земли, в прямом смысле слова, дальше скалы, и многие тысячи километров до Канады, до Нью-Йорка и так далее. И я здесь вот что-то тоже пытаюсь сделать. И в результате получается, что очень маленькая команда людей смогла сделать то, о чем осенью 21-го года писала вся мировая пресса, хотя на протяжении многих лет распропаганда показывала Осечкина на пляжах Биорица, как вот смотрите Уволень, он уже не правозащитник и ничего он уже не может, ничего не значит, потом бац, и в результате мы кое-что досмогли. И вот я думаю, что огромное количество людей в эмиграции, людей, которые с определенным культурным кодом, с определенной достаточно высокой эмпатией к происходящему, которые независимы ни от России, ни от Украины в плане финансовом и политическом, мы свободны в том, что мы делаем, при этом каждый из нас располагает каким-то временным ресурсом, человеческим ресурсом, финансовым капиталом, жизненным опытом, мы все можем гораздо больше. И вот я смотрю, у меня есть в айфоне, у меня есть мобильное приложение, которое мне, там, творческая студия, ютюба, и она мне показывает, какая аудитория. И я вижу, как за последние, там, полтора-два года аудитория ГУЛАГу нет, она, во-первых, она выросла, мы преодолели отметку в миллион подписчиков, у нас сейчас больше одного миллиона сорока тысяч подписчиков, здесь еще стоит пока серебряная кнопка, это стотысячная отметка, я вижу, как растет количество, в процентном и в количественном соотношении тех людей, которые нас на русском языке, меня, наш канал смотрит в разных странах мира, в США, в Канаде, в Германии, во Франции, в Австралии, в Новой Зеландии, в Японии и так далее. И я понимаю, что, видимо, это вот как в игре, тепло-холодно, вот куда-то тепло, то есть где-то, видимо, в какой-то момент, при том, что нас разъединяют океаны, с кем-то, Атлантический океан, с кем-то, тихий, но есть какая-то потребность и необходимость нас друг в друге и нашей какой-то пересборки для того, чтобы, ну, как минимум, положить конец этой подлой войне, а как максимум, возможно, и положить начало реформированию России с тем, чтобы силы зла в результате оказались побеждены, неизвергнуты и осуждены, наверное, за преступления против человечности, за военные преступления, и для того, чтобы вот та территория, она начала трансформироваться и превращаться в нечто безопасное и комфортное, подобное Канаде, США, Франции, Германии, Великобритании и так далее. И мне думается, что здесь, конечно же, я задал этот вопрос, не подразумевая, что вы будете в первую очередь снимать влоги про то, как вы тестируете ежемесячно конфеты и пьете чай. Хотя, и это тоже, честно скажу, мне было бы интересно принимать участие даже через интернет с вами в тестировании каких-то конфет. И, возможно, как эксперт по конфетам принимать какое-то участие в их выборе. Я шучу, конечно же. Но, конечно, я думаю, что большому количеству людей из разных стран мира, в том числе из Украины, из России, было бы интересно и ваше мнение об этом и участие. Как минимум, здесь я вижу свою возможность, миссию и задачу дать возможность вам высказываться, делиться вашим мнением не только в вашем фейсбуке, но и здесь, на канале ГУЛАГУ.НЕТ. И если я прав, и ваше мнение интересно, я прошу прямо сейчас наших уважаемых зрителей и подписчиков здесь, в комментариях, написать ваше мнение об этом первом большом разговоре с Владимиром госпарьянцем, возможно, высказать не только мнение, но и сформулировать какие-то ваши вопросы Владимиру, для того, чтобы я их озвучил во второй части нашего разговора. И, еще раз, да, там, сей везде, ибо не знаешь, где взойдет, возможно, вы придете к выбору того, чтобы вы поймете, прочитав вот эти вот, не знаю, десятки, может быть, сотни комментариев под этим интервью, что ваше мнение интересно людям, и вы интересны, и, возможно, это вас приведет в будущем к вашему YouTube-каналу, который, конечно же, мы будем, начиная со второго интервью, рекламировать и здесь давать ссылку на него. В общем, Владимир, на самом деле, не скрою, я первый час вообще молчал и вас внимательно слушал, да, во втором части нашего разговора начал задать какие-то вопросы, высказывать свое мнение, я приглашаю вас на канал ГУЛАГУ.НЕТ вернуться для второй части нашего разговора, и я искренне надеюсь, что в 2025 году у нас будет с вами возможность периодически обсуждать интересные темы с вами, как с экспертом, шахматистом и с предпринимателем, который живет в Канаде, у которого есть своя точка зрения на происходящее, которое интересно мне, и я надеюсь, будет интересно нашим уважаемым зрителям и подписчикам. Спасибо вам огромное, в конце, может быть, что-то вы хотели бы добавить, какую-то долю критики, какое-то мне сделать замечание или предложение, как я веду нашу беседу, а возможно, что-то в конце, как бы, как маленькое резюме вот этой первой нашей части в преддверии второй. Я бы очень хотел добавить, но в продолжение вот вашей темы, которую вы затронули по поводу объединения и зла. Это очень важная тема, и я с огромным удовольствием, если мы в следующий раз начнем вот с этого места, я буду необычайно рад, потому что то, что вы озвучили, сто процентов, прямо один к одному, мы с вами мыслим, мы с вами на одной волне, просто вот на одной волне. И я этому очень и очень рад. Спасибо большое, и до скорых встреч. Спасибо вам и спасибо нашим уважаемым зрителям и подписчикам, всем, кто прямо сейчас смотрит это или будет потом смотреть в записи. И еще раз в конце по правилам Ютуба я приглашаю вас поставить лайк, потому что это важно. Важно то, о чем мы говорим. Приглашаю и рекомендую поделиться ссылкой в социальных сетях и в мессенджерах с вашими друзьями и знакомыми. с тем, чтобы еще больше людей посмотрели этот очень важный разговор, узнали эту очень интересную историю Владимира Гаспарянца. И, конечно, рекомендую подписываться на канал ГУЛАГУ.НЕТ. И я осторожно надеюсь, что в будущем появится еще и канал, который откроет Владимир Гаспарянц, на который мы тоже будем подписываться. Ну, а пока этого не происходит, будем приглашать Владимира на канал ГУЛАГУ.НЕТ. Будем вам Владимир всегда рады. Спасибо вам за эти два часа очень важного интересного разговора. И я очень надеюсь, что до конца 24-го года мы точно с вами продолжим и запишем вторую часть этого разговора. Спасибо всем и до новых встреч на канале ГУЛАГУ.НЕТ. И традиционно в конце я говорю, конечно же, быть добру. А войне и ГУЛАГУ нет в 21-м веке. Друзья, мы продолжаем. Владимир, спасибо вам, до новых встреч и всего всем самого доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова